Первый автомобиль под названием Toyota Crown выпустили, страшно подумать, 67 лет назад. Именно с Крауна началась послевоенная история компании. С тех пор сменилось множество поколений, но у нас эту модель знали главным образом к востоку от Уральских гор, а уже официально не продавали в России никогда. Другое дело Европы или США, где эти автомобили в своё время предлагались в дилерских центрах. Ну и там, Краун за последние лет 30 позабыли. Долгое время это была машина для внутреннего рынка, но теперь японцы решили, что даже долгое время может подойти к концу, а мир пора немножечко удивить. Поэтому новое, заметьте, аж 16-е поколение Toyota Crown вновь станет глобальной моделью. Причём японцы сразу решили зайти с козырей. Судите сами, Краун — это традиционно седан, но в первую очередь покров тайны сорван с приподнятой над землёй версии, которую сама Toyota величает кроссовером. Путаница получилась знатная, потому что куда больше на кроссовер похожа другая модификация, которую Toyota называет универсалом. Позже объявится также спортивная версия, напоминающая хэтчбэк, и традиционный седан, который, к счастью, тоже остался в линейке. Длина машины без малого 5 метров, а это значит, что от нынешней Toyota Camry новинка отличается несущественно. И габаритная длина, и колёсная база больше, но в обоих случаях эта разница укладывается в считанный сантиметр. В салоне мы видим ориентированную на водителя геометрию передней панели, приборы, разумеется, цифровые, по соседству экран мультимедийной системы. Диагональ обоих дисплеев 12,3 дюйма. Что до силовых установок, то на старте продаж вариантов с одним ДВС не предлагают вовсе. Зато даёт возможность выбрать один из двух полноприводных гибридов. Тот, что попроще, комплектуется вариатором и атмосферным мотором объёмом 2,5 литра, который в паре с электродвигателем развивает 234 лошадиные силы. У более продвинутой версии мотор даже чуть меньше, 2,4 литра, зато оснащённый турбонаддувом. В результате общая отдача силовой установки составляет 350 лошадиных сил. Отметим, что это данные для японских версий. Новый краун построен на платформе TNGA-K, уже знакомый по моделям Camry и RAV4. Для крауна это означает некоторое понижение в классе и переезд с классической заднеприводной компоновки на поперечный двигатель и основной передний привод. Впрочем, у гибридов он полный, но только благодаря электромоторам на задней оси. Продавать новый краун будут в 40 странах. Вернётся машина и на рынок США, и только время покажет, будет ли это возвращение триумфальным.